Микрорайон Березовая Роща. Въезд в город. Именно здесь решено установить знак дружбы между городами-побратимами. Сегодня Полевской связан дружескими отношениями сразу с тремя городами. Вы видите, что здесь не только знаки, которые показывают сколько километров отсюда и до наших друзей, но еще и они применили немного умные технологии. Можно подойти, побывать в тех городах, которые здесь представлены и вот этим самым продемонстрировать еще раз все символы дружбы и напомнить всем, что дружить – это хорошо. Знак дружбы – кованный столб с названиями городов-побратимов на латинице с контурами главных достопримечательностей. К примеру, на табличке Полевской Канаве изображен храм Петра и Павла и старая церковь Панагеи в провинции Канаве. А вот на указателе Полевского и Полоцка выкована знакомая нам стела Европа-Азии и географический центр Европы в Полоцке. Обратимство – это взаимоотношения между людьми, которые связи. Ведь при нашем прошлом очень многие наши родственники, близкие. Кто-то уехал в Беларусь, кто-то переехал в Россию. Та же Великая Отечественная война, когда с Беларуси эвакуировали сотни заводов, тысячи моих соотечественников. То есть это все взаимосвязь, развитие и культурные взаимоотношения, и экономические. Автор эскиза – преподаватель Полевской детской художественной школы Александр Ефанов. Кованные указатели изготовили полевские кузнецы Денис Чпуштанов и Георгий Дуранзин. Автор идеи, вдохновитель проекта, заместитель главы администрации Полевского городского округа Ирина Кузнецова. Очень важно, казалось бы, что мы всего лишь открыли знак, даже не памятник, а знак. Но мы обратили внимание, насколько важна дружба между двумя народами. Тем более в условиях каких-то ограничений, когда мы не можем ездить, выезжать друг к другу, мы не можем проводить открытые мероприятия. Вот такие небольшие мероприятия, они очень важны. Мы информацию сегодня снимем, отправим нашим дружественным городам и в Полоцк, и в Канавию. И я думаю, что они за нас порадуются, они тоже ждут этого момента. Тем более информация о городах размещена на QR-кодах. Я думаю, полевчане, когда будут гулять, своим детям будут рассказывать, насколько важно знать историю и культуру дружественных государств, насколько важно уважать другие национальности. На табличках с названиями городов есть информация о расстояниях, которые разделяют Полевской с друзьями из Полоцка и Канавии. Это порядка 4000 километров с каждым. Но для настоящей дружбы это не преграда, как и для развития экономических и туристических культурных связей. Получается, сам факт побратимства между Полевским и Канавией с российским городом, он увеличил, так скажем, популярность Канавии на Кипре, потому что, когда люди об этом узнают, к ним в небольшой городок приезжает достаточно много туристов. Сейчас об этом сказал непосредственно сам мэр. Мария также хочет добавить, что Канавия со своей стороны приветствует наличие побратимских отношений. В будущем мы, безусловно, что-то вроде такой же стелы установим. И также в самой Канавии сейчас достаточно часто обсуждаются планы о том, чтобы провести какие-то совместные мероприятия в будущем и развивать отношения между государствами, ой, простите, городами. Открытие знака дружбы в городе Полевском – значимый факт в развитии межнациональных отношений, отметила заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг. Города побратимы связаны общей историей, но разделены границами и политическими событиями. А сегодняшняя дружба и побратимство – это возможность общения и выстраивания новых отношений между государствами. Сегодняшнее открытие побратимских знаков между городами Полевской и Полоцком в 2021 году имеет очень важные исторические вехи, которые соединяют наши братские народы. Во-первых, это 80 лет с начала Великой Отечественной войны и 20 лет с момента подписания соглашения между правительством Свердловской области и правительством Республики Беларусь. Также считаем, что вот такие продолжающиеся побратимские связи – это важный формат региональной интеграции не только в рамках союзного государства, но и Евразийского экономического союза. О важности сегодняшнего события говорит тот факт, что установка знака дружбы в Полевском найдет отражение в сборнике, посвященном 25-летию открытия представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Екатеринбурге. Для полевчан же это станет местом притяжения, еще одной культурной точкой города. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.